Вообще надо признать, что хороших бюджетов никогда не бывает. Бюджет всегда критикуют, но есть одна разница в этих бюджетах, в этом бюджете, которая в принципе заставляет нас занять абсолютно жесткую позицию и не голосовать за него. Это даже не то, что они действительно в бюджете предусмотрели увеличение там всех выплат на силовиков, там 3 миллиарда СБУ, там 500 миллионов в офис президента и так далее. И при этом 5 лет подряд, это кстати вот 5 лет уже длится, на рождение ребенка дают 40 тысяч гривен, при том, что эта сумма съедается инфляцией. И таких примеров сотни. Вот этот бюджет голосовать нельзя, он очень плохой. Но самое главное здесь, нам пора понять, что страна, и это в бюджете должно быть отражено, не в состоянии платить такие внешние долги. Ну не можем мы финансовым спекулянтам, которые скупили облигацию внутреннего займа, выплачивать четверть бюджета. Так не бывает, весь мир в дефолте, весь мир находится в форс-мажоре. И эту проблему надо будет решать, причем я сейчас не хочу критиковать господина Гетманцева, они все там, они все тупо вот платят долги, не отделяя. Вот они считают, что это надо делать любой ценой. В ущерб медицине, там собственным врачам. Ну мы видим пример Ливана, где минус, где 40% инфляции на следующий день, после того, как был оглашен дефолт. Смотрите, вы имели дело с коммерческими компаниями, если компания коммерческая взяла кредит в банке, и дальше у нее сгорел цех, случилось цунами, наводнение, что она делает? Она идет в банк и говорит, ребята, мы не можем сегодня выплачивать эти долги, дайте нам два года отсрочки, мы встанем на ноги, отстроим производство и будем выплачивать, и вот мы выплатим, скажем, больше процентов. К сожалению, в Парижске никто даже попытки это не сделал. Ну, я резко делал попытку, и мы знаем, что это произошло. Я резко это преступление, это не попытка. А вот касательно того, что сказал господин Бужанский, и вы задавали Жене вопрос, на самом деле мы же все понимаем, что вертикаль... Я-то, в общем-то, почему-то говорю, потому что я возмутитель спокойствия, один из тех, кто написал заявление в Конституционный суд по трем вопросам. Антикоррупционный суд, НАБУ и НАЗК. Так вот, мы ведь все понимаем, что эти органы были созданы не для борьбы с коррупцией, они были созданы для того, чтобы эта вертикаль держала в узде политиков страны. И они руководятся, они руководятся внешниками, они не независимы никакие. И они делают так, чтобы вот кто-то плохо себя ведет, завтра его взяли и полностью по всей вертикали его провели и осудили. Смотрите, вот мы в парламенте... Вот сейчас народу людям, которые нас смотрят, НАБУ, САП, там все эти шобла, знаете, заворожения, они далеко. Вот мы в парламенте видели, что пришло под парламент 10, примерно, тысяч людей на прошлой неделе с абсолютно конкретным требованием. И я, честно говоря, не мог понять, зачем правящая власть в лице господина Гетманца вообще это натворила с народом в период, когда была эпидемия, когда надо их поддержать. Вот так их раздраконили и заставили приехать в Киев. Причем я видел их сам, это не проплаченная была аудитория. Это были люди, которые съехали со всей страны, которые находятся в архитяжелом положении, и им еще навалили сегодня, именно сегодня, заставляют их там дополнительные финансовые обязательства нести. У меня возник вопрос, я его спрашивал, когда нас собрали на совещание и рассматривали приоритетный вопрос. Зачем вы вообще это натворили сегодня? Неужели нельзя было отдать им денег, чтобы они купили кассовые аппараты, перенести это мероприятие? Зачем надо было делать? У меня прямо вам вопрос. Именно сегодня, в период, когда они нуждались в поддержке, выводить их из тени и так далее и тому подобное, выводите их дальше, когда будет нормальная ситуация в стране.